Всем привет! Сегодня с помощью метода разделяя властвой мы будем учиться быстро перемножать матрицы. Начнем с напоминания формального определения произведения матрицы. Так, давайте считать, что нам даны две матрицы и сразу считаем, что они квадратные, то есть размера n на n. Через n мы обозначаем количество строк и столбцов в данных двух матрицах x и y. Тогда, чтобы посчитать их произведения, нам надо каждую строчку матрицы x домножить на каждый столбец матрицы y. Чуть более формально, чтобы вычислить значения в ячейке с индексами i и g матрицы z, нам надо и ту строчку матрицы x умножить на g-тый столбец матрицы y, а именно сделать это вот так. То есть мы идем, вот этот элемент этой строчки домножаем на этот, к этому прибавляем произведение вот этого элемента и этого, дальше этого и этого, ну и так далее. Если просто наивно все это реализовать, вот чисто по определению, мы идем и, грубо говоря, мы к этой формуле, мы допишем такой вот цикл. Для всех i от 1 до n, дальше напишем для всех g от 1 до n, ну и вот эту формулу тоже раскроем, поскольку здесь суммирование идет пока от 1 до n, то есть мы тоже развернем это в цикл 1 до n, то получится такой вот кубический, конечно же, алгоритм. То есть это время работы наивного алгоритма. В этой лекции мы покажем, что это можно делать быстрее. Давайте для начала посмотрим на совсем маленькие матрицы, на матрице размера 2 на 2. Так, предположим, у нас есть матрица x, вот ее элементы мы обозначим через x1, 1, x1, 2, x2, 1, x2, 2 и матрица y, у которой элементы обозначены аналогичным образом. Тогда произведение матрицы x, y через вот эти элементы можно расписать таким образом. Левый верхний элемент это будет x1, 1, y1, 1 плюс x1, 2 на y, 2, 1. Но это и есть просто первая строчка, домноженная матрица x, домноженная на первый столбец. Отлично. Точно так же распишутся все остальные элементы. Что нам здесь важно в этой формуле, то что на эту формулу можно смотреть и следующим образом. Представим, что x, y это не матрица 2 на 2, а это матрица размера n на n, а вот эти вот элементы, которые здесь написаны, x1, 1, x1, 2, это просто их такие куски размера n пополам на n пополам. То есть мы взяли и матрицу n на n, разрезали на 4 матрица n пополам на n пополам. Так вот тогда эта формула по-прежнему будет верна. То есть произведение матриц x и y, это такая матрица n на n. Вот это вот произведение, это будет матрица n пополам на n пополам. Ну и вот это тоже, это матрица n пополам на n пополам. И вот это, и вот это. То есть когда мы из них составим матрицу, будет матрица n на n. Вот, замечательное свойство заключается в том, что эта формула, как уже сказано и как здесь написано на слайде, она верна и в случае, когда x и y не просто матрицы 2 на 2, а матрицы просто размеров n на n, а вот это вот от их блоки. На следующем слайде мы это визуально поясним. Так, давайте возьмем матрицу x, размер n на n, да, и возьмем, разрежем ее на 4 части, на 4 блока, размер n пополам на n пополам. Ну, смотрится y, проделаем то же самое. Давайте теперь посмотрим на какую-нибудь клеточку, какую-нибудь ячейку в произведении. Ну, вот в примере рассмотрим вот эта ячейка, она попадает вот в блок z21. Давайте посмотрим, как же она вычисляется. Она вычисляется, нам надо идти и там вот этот элемент умножить на вот этот, к этому прибавить этот, умноженный на этот, дальше этот, умноженный на этот, ну и так далее. Ну, смотрите, что здесь видно по этому примеру. Что действительно мы сначала вот эту строчку домножим на этот столбец и к этому прибавим вот эту вот строчку этого блока, домноженную на этот столбец. Вот ровно это здесь и написано. Ну, я надеюсь, вот такого визуального объяснения достаточно, чтобы понять, что эта формула верна. Итак, давайте теперь разбираться, зачем же нам это нужно. Ну, нужно ровно для того же, для чего мы разбивали числа в алгоритме рекурсивном произведении длинных чисел. То есть там, как вы помните, мы тоже числа сначала порезали пополам, потом произведение выразили через половинки, а потом, ну и увидели, что нам понадобится 4 рекурсивных вызова, но потом мы смогли уменьшить число рекурсивных вызовов, что позволило нам получить асимптотически более быстрый алгоритм. Ровно по тому же пути мы пойдем и здесь. Первым делом давайте поймем, что мы уже получили из-за, ну, порезав матрицы вот так вот пополам. Итак, у нас есть матрицы x и y, мы каждую из них разбили на 4 куска размера n пополам на n пополам и сказали, что тогда произведение может быть вычислено вот как здесь написано. Другими словами, для того, чтобы перемножить 2 матрицы размера n на n, мы можем сделать 8 рекурсивных вызовов для вычисления умножения матриц размера n пополам на n пополам, произведение матриц. Вот первое умножение, вот оно, вот второе, вот третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое и восьмое. Это я уже начал объяснять, что время работы такого вот соответствующего алгоритма, соответствующая этой рекуррентной формуле алгоритма, будет вот такой вот, будет удовлетворять к такому рекуррентному соотношению. Итак, чтобы вычислить произведение двух матриц n на n, мы делаем 8 рекурсивных вызовов. На все остальное мы тратим время у от n в квадрате. Что значит все остальное? Ну, во-первых, надо подготовиться к рекурсивным вызовам, то есть выделить эти блоки. То есть, либо их как-то скопировать, либо там передать просто индексы в подматрице. Ну, так или иначе, за время n в квадрате это уж точно может быть сделано. Когда рекурсивные вызовы сделаны, надо из них еще собрать ответ для исходной задачи. Что значит собрать? Ну, вот в частности, вот эти вот плюсы выполнить. Но это тоже, конечно, за квадратичное время делается. То есть, эти матрицы размера n пополам на n пополам, то есть у них там n в квадрате на 4 элементов, уж за n в квадрате мы их сложим без проблем. Получается такое рекуррентное соотношение. Ну, вот, скоро мы с вами узнаем, ну, не скоро, а в конце этого модуля мы узнаем, как решаются такие рекуррентные соотношения. Ну, сейчас давайте я скажу, что из этого следует, что t от n есть у от n в кубе. Растет, как у от n в кубе. На самом деле, вы и сами можете доказать это, поскольку вы знаете уже, как анализировать дерево рекурсии. Чуть позже мы улучшим это рекуррентное соотношение и поговорим о том, какое же из него будет следовать время работы. Ну, улучшим, как я уже заикнулся, и как вы сами догадываетесь, мы сократив количество необходимых рекурсивных вызовов. Выглядеть это будет, как некоторая магия. Итак, вот, что нам надо посчитать. Мы разбили x и y на 4 куска, каждую из них на 4 куска размера n пополам на n пополам, и нам надо вычислить вот такие вот 4 суммы. На каждую из этих сумм мы тратили по 2 рекурсивных вызова. Вот Фолькер-Штрассен в немецкий математик в 1969 году опубликовал работу, показывающую, что вообще-то не обязательно тратить 8 рекурсивных вызовов на то, чтобы посчитать 4 произведения. Можно обойтись 7. Это было тогда большим сюрпризом. На самом деле, его статья была даже не об умножении матриц, а о решении систем линейных уравнений. То есть его статья называлась... Я не помню точно, как называлась, у меня говорилось, что метод Гаусса для решения систем линейных уравнений не оптимален. Да, с помощью умножения матриц можно решать систему линейных уравнений. Можно обращать матрицу тоже. Алгоритм его... Мы не будем писать его псевдекод, мы дадим только общую идею. Но основная идея заключается в том, чтобы вычислить вот такие вот 7 произведений. Другими словами, сделать 7 рекурсивных вызовов. То есть первый рекурсивный вызов на вход получает матрицу x1-1 и матрицу y2-1 минус y2-2. Следующий рекурсивный вызов на вход получает x1-1 плюс x1-2 и y2-2. Вот все эти рекурсивные вызовы делаются сначала, а после этого утверждается, что 4 необходимые нам элемента, ну вот матрицы размера n пополам на n пополам, могут быть вычислены как некоторые линейные комбинации. Вот P1, P2, P3, P4, P5, P6 и P7. Давайте какую-нибудь одну проверим. Не знаю, P1 плюс P2, например. Вот проверим, что будет, если P1 и P2 сложить. Ну, кто такое P1? Итак, P1 плюс P2 равно вот x1-1, y2-1 минус, прошу прощения, x1-1, y2-2. Теперь P2 расписываем. Это x1-1, x на y2-2 плюс x1-2, y2-2. Ну, вот видно, что x1-1 на y2-2 сократилось. Осталось x1, x1-1, y2-1 плюс x1-2, y2-2. Ну вот, видим, что это ровно то же самое, что нам здесь нужно. Ну, также можно проверить все остальные 4. То есть убедиться в корректности этого алгоритма не составляет никакого труда, конечно. Вот то, как Штрассен догадался до того, какие именно надо 7 умножений сделать, и вообще почему это возможно, это, конечно, некоторая загадка. Итак, соответствующий алгоритм, я надеюсь, понятен. То есть просто вместо 8 рекурсивных вызовов делаем 7. На все оставшееся мы тратим по-прежнему квадратичное время. Ну, потому что нам надо просто... Здесь делаются 7 рекурсивных вызовов, но потом их надо как-то там поскладывать, повычитать друг из друга. Это делается, конечно же, за квадратичное время. Давайте оценивать время работы теперь аккуратно этого алгоритма. Утверждение такое. Время работы нашего алгоритма, полученного, будет O большое от N в степени логарифм двоичной от 7. Логарифм двоичный равен примерно 2,807. Давайте доказывать. Значит, первое, надеюсь, то, что уже понятно, уже сейчас, это то, что время работы нашего алгоритма удовлетворяет вот такому рекуррентному соотношению. Чтобы перемножить... Давайте еще раз его прочитаю. Чтобы перемножить 2 матрицы размера N на N, он делает 7 рекурсивных вызовов для матрицы размера N пополам. Во-первых. А во-вторых, до вызовов и после вызовов время, которое он тратит, это O от N в квадрате. Давайте вспоминать, как мы с вами анализировали такое рекуррентное соотношение, рассмотрев дерево, соответствующее для умножения чисел. Ну вот мы сказали, рассмотрим дерево рекурсии. В этом дереве на верхнем уровне, мы его обозначали нулевой, есть одна задача размера N, Дальше мы получаем 7 задач размера N пополам. Утого их тут 7. Дальше задач будет 49. Когда каждая из этих задач тоже раскроется, они будут размеры N на 4. Ну и в целом, если вот это там нулевой уровень, это первый, это второй, то на уровне с номером I у нас будет 7 в степени I под задач. Размеру каждый из них будет N поделить на 2 в Итой. И мы помним, что на каждую из этих задач мы тратим квадратичное время. Ну вот это здесь и написано в этом пункте. В дереве, во-первых, у нас логарифм двоичный от N уровней, потому что N с каждым уровнем уменьшается вдвое. На I там уровне будет 7 в Итой под задач. Каждая из них будет размера N поделить на 2 в Итой. И на каждую из них мы будем тратить квадратичное время. Ну и давайте через C обозначим вот скрытую константу в квадратичном нашем времени. Итак, это C умножить на размер под задачи в квадрате. Вот это все нам надо просуммировать, чтобы получить время работы нашего алгоритма. Ну давайте суммировать. Итак, суммируем по всем уровням. От I равного нулю до I равного логарифма двоичный N. Вот такое вот вещи. Количество под задач умножить на время, которое мы тратим на каждую из этих под задач. Это то, что мы на каждом работе, которая считается на каждом уровне отдельно, и не включается время, которое потратилось на рекурсивные вызовы. Это время будет учтено ниже, по дереву. Итак, время такое. C умножить на N поделить на 2 в Итой в квадрате. Как и в прошлый раз, первое, что мы сделаем, это вынесем то, что от I не зависит. Это C умножить на N в квадрате. Останется сумма с такими же пределами суммирования. 7 в степени I останется, а снизу у нас осталось 2 в степени I в квадрате. Это просто 4 в степени I. Это сумма, как мы видим, это сумма геометрической прогрессии, возрастающей. Мы с вами уже знаем, что растет сумма возрастающей геометрической прогрессии, так же, как ее последний член. Это то, что мы доказывали в предыдущей лекции. Давайте так и напишем тогда. Просто заменим сумму на ее скорость роста. Итого, константа C у нас тоже пропадет. Мы сказали, что она растет так же. Итого, прошу прощения, поскольку появилась θ, то туда θ же заодно и съела ИС. Константу. Итак, здесь остался N в квадрате, а здесь остался последний член от нашей геометрической прогрессии. Последний член это 7 в степени логарифма 2N поделить на 4 в степени логарифма 2N. Ну, 4 в степени логарифма 2N, ну давайте так и напишем, 4 в степени логарифма 2N, это что такое? Это 2, 2 в степени 2, ну и в степени логарифма 2N. 2 в степени логарифма 2N это просто N, поэтому все это равно N в квадрате. Соответственно, вот это вот сокращается с этим N в квадрате. То, что остается, это 7 в степени логарифма 2N. Ну и просто по правилам работы с логарифмами это можно заменить на n в степени логарифм двоичной от 7. Таким образом, оценку на время работы алгоритма Штрафсена мы доказали. Вот такой вот получился алгоритм. На самом деле, чтобы он обогнал наивный алгоритм, матрицы уже должны быть довольно большие. То есть здесь скрытая константа в большом выше, чем в наивном алгоритме. Ну потому что наивный не делает ничего почти лишнего, а наш алгоритм все-таки ему приходится что-то складывать. Много разных линейных комбинаций считать. Вот, соответственно, матрицы, чтобы алгоритм Штрафсена обогнал наивный, матрицы должны быть довольно большими. Иногда даже такими большими, что уже непонятно, как они будут помещаться в память. Но, тем не менее, действительно на огромных матрицах этот алгоритм эффективнее наивного. И давайте просто упомяну здесь еще, конечно же, без рассказа о самих алгоритмах, что это далеко не самый лучший известный алгоритм для умножения матриц. После этого было множество исследований, и эту константу 2,807 несколько раз улучшали. И исследования активные продолжаются до сих пор. Для этой константы, в частности, ее обычно обозначают через омега. Это так называемое экспонент умножения матриц. До недавнего времени, до прошлого или позапрошлого года, было известно, что омега меньше либо равна, чем 2,376 примерно. Совсем недавно улучшили третий знак. То есть придумали алгоритм, который работает за время примерно n в степени 2,373. На самом деле сейчас даже до Штрассена, статья Штрассена была большим сюрпризом. То есть никто и не думал, что можно матрицу умножить быстрее, чем n в кубе. А сейчас даже люди склоняются к тому, что вполне возможно, что матрицы можно почти за квадратичное время умножать. То есть за время констант в квадрате умножить, не знаю, на логарифм в какой-нибудь степени или просто тоже на какую-нибудь функцию, растущую медленнее, чем любой поленон. Но алгоритм так и не придуман. Может быть, будет придуман когда-нибудь. Да, вот этот вот алгоритм уже кажется совсем непрактичный. То есть чтобы он обогнал наивный алгоритм, матрицы должны быть уж совсем огромного размера. В заключении давайте еще упомяну, что вот таким чудесным образом алгоритмы умножения матриц используются также и в алгоритмах на графах. То есть классический пример это с помощью быстрых алгоритмов умножения матриц можно проверять, есть ли в графе треугольник. То есть есть ли в графе три вершины, соединенные ребром. То есть вот стандартный способ сделать это быстрее, чем за n в кубе, это написать матрицу смежности, возвести ее в куб. Так, все, на этом заканчиваю. Разговаривать в следующей лекции будем с помощью метода разделяй властвуй сортировать массивы.